Приветствую вас, Наталья. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, вообще говоря, вы, конечно, очень мало, в цели, достаточно, о проблеме, которая вас беспокоит. Мне кажется, что было бы здорово, если бы вы написали бы несколько, ну, побольше, было бы здорово, если бы вы несколько больше информации нам предоставили бы о том, что происходит и о том, какие, например, между вами, отношения между вами и вашим, как вы говорите, другом. Вот, также было бы здорово, если бы вы рассказали о том, какие именно чувства вы испытываете к человеку, потому что это важно и не так однозначно на самом деле. Вот. Ну, давайте начнём с того, что если вы друга своего называете именно другом, то вообще-то это нормально, что он переписывается, там, привязывается, значит, с другой. Потому что друг, это и есть, это и есть друг. То есть, вы называете человека другом, значит, вы дружите, а он переписывается, как раз таки, да, может быть, с тем, с кем он дружить как раз таки не хочет, а переписывается с тем, с кем у него могут быть, ну, такие более серьезные отношения. То есть, вам нужно определить, кто для вас мужчина. Кто он именно для вас, потому что пока вы называете его другом, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится, как минимум, потому что, ещё раз повторю, друзья, друзья, они только дружат и всё. Вот. Поэтому здесь очень важно этот момент учитывать. Это первое. Второе. Ключевой момент, на который вам здесь нужно обратить внимание, на мой взгляд, заключается в наличии взаимности со стороны человека. То есть, да, у вас есть к нему чувства, безусловно. Но есть ли чувства у мужчины к вам? Если чувств у мужчины к вам нет, то то, что он делает, это абсолютно нормально. И наличие ваших чувств никак не обязывает его, значит, к чему-либо. Потому что у него чувств нет, он таких чувств не испытывает и, соответственно, может переписывается с кем угодно. Обязательств на себя никаких он не брал. Вы, если я правильно понял, не встречаетесь. Значит, как бы всё в порядке здесь. Другой вопрос. Как вы воспринимаете тот факт, что человек общается с другой, не отвечает вам взаимностью и так далее. То есть, как вы воспринимаете тот факт, что ваши чувства, например, не взаимны? Вот это важно. Потому что если переживаете в этот момент болезненно, если переживаете в этот момент негативно для себя, то это уже вопрос к вам. Чем для вас негатив и, собственно, любовь львы испытывает. Потому что при наличии любви, если это именно любовь, ну никакого негатива быть не может в принципе. Потому что негатив возникает, как правило, только тогда, когда у человека есть попребность. То есть, именно вот попребность в чем-то конкретном от другого человека. И эта попребность, она в общем и целом путается с любовью. То есть, потребность в чем-то, да, потребность в, ну, в человеке путается с, значит, возможностью любить. Вот так вот я бы сказал. И, соответственно, это проблема. Достаточно, достаточно серьезная проблема. Вот. Потому что происходит, так сказать, подмена понятий. Вот. Происходит подмена понятий. И эта подмена понятий, конечно же, мешает адекватно взаимодействовать с человеком. Эта подмена понятий не позволяет вам вести себя свободно, свободно с человеком. Если вы понимаете, понимаете, что я здесь имею в виду. Если вы отдаете себя четко о том, что я имею в виду. Говоря вот, ну, сейчас об этом. Вот. Дальше. Как быть в этой ситуации? Эээ, спрашиваете вы. Ну, эээ, в первую очередь, как мне кажется, эээ, как быть в этой ситуации, эээ, что бы что. То есть, вообще так говоря, эээ, выбора у вас не так, чтобы много, много. Ну, если честно. Именно выбора. То есть, вы можете, эээ, вот эту ситуацию просто-напросто принять. Вам нужно ее принять. Особенно, если у вас есть чувство к человеку, то у вас, эээ, в принципе, другой вариант развития событий нет и быть не может. Вам необходимо принять эту ситуацию и принять, что, эээ, то, эээ, что мужчина вот на данный момент, эээ, как бы, ну, чувствует к вам. И то, как мужчина на данный, опять же, момент вас воспринимает. Воспринимает он вас на данный момент именно как своего друга. Хорошо это или плохо, ну, это так. И если вы не можете данный, эээ, момент принять, то, скорее всего, эээ, ну, скорее всего, эээ, вы испытываете, эээ, что угодно, но только не любовь. Да, эээ, ну, какое-то другое чувство вы испытываете. Вот, я не хочу, эээ, как-то сейчас, эээ, например, гадать, да, ну, просто, вот, эээ, хотел бы, чтобы вы, как-то, вот, на это обратили свое внимание, да, хотел бы, чтобы вы, эээ, как-то, вот, значит, ну, учитывали это. Вот, соответственно, эээ, действовать, эээ, как поступать, эээ, поступать в этой ситуации, действовать в ней, вам нужно исходя из, эээ, своих желаний по отношению к человеку. То есть, ээээ, момент здесь в том, чего вы хотите для мужчины. И именно исходя из того, чего вы хотите для мужчины поступать. То есть, если вы хотите, эээ, допустим, для него, к примеру, чтобы он был счастлив, например, ваш мужчина, подумайте, как вы можете сделать его счастливым. Если хотите, его сделать счастливым. Если вам. Но если, эээ, вы счастливым делать его не хотите, например, так, в принципе, бывает, и это вполне нормально, что вам не хочется делать его счастливым, то, в таком случае, конечно же, делать, наверное, ничего не нужно. Вот. То есть, не надо ничего делать. Эээ, да вы, я думаю, не сможете что-либо сделать в этой ситуации, ну, потому что вам не хочется ничего для человека. И мучить себя, и его, наверное, не стоит. Как, как вы считаете, считаете. Вот. В целом, ну, в целом, больше похоже, конечно, на то, что вы, эээ, вот, что называется, переживаете муки о безответной любви. Вот. И, в общем-то, муки о безответной любви, это больше про ваше собственное состояние. Муки о любви. Незаймолюбви. Вот. Поэтому, если вам больно, если вы испытываете негатив, особенно если вы ревнуете, вот, то с этим, наверное, лучше разобраться отдельно. То есть, без привязки.... Аээ. На, без привязки, к, эээ. М... Мужчина. То есть человек здесь, ээ, вот, именно мужчина, да здесь ни при чём. То есть вы ревнуете? Ревность, это, эээ. Ваше собственное чувство, и оно не связано с мужчиной, тем более, не связано с другой, как вы говорите, кому человек пишет, в принципе, с не связанным, вот, потому что это чувство испытываете вы, и только вы ответственны, опять же, за свои ощущения. Ну, как вам, в принципе, сказали мои коллеги уже, вот, я полагаю, что, ну, я полагаю, что примерно так, можно вам ответить, вот, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы вы как-то вот более подробно ситуацию раскрыли, да, чтобы понять, например, что между вами общего, есть ли между вами общее что-то, да, вот, сколько вы общаетесь, давал ли, например, вам мужчина надежду, да, ну, вот, надежду на, там, на какие-то отношения, да, потому что, если, например, мужчина вам надежды давал, то, конечно, а сам при этом поступает вот так, как поступает, то это уже не совсем честное поведение по отношению к вам, и, соответственно, здесь уже и разговор совсем другой, вот, ну, опять же, не ясны детали. Понимаете, Наталья, в чем дело, вам не нужно, вот, своей целью, да, при обращении к нам, к специалистам, ставить нахождение какого-то совета, поиск совета и решения, вам желательно, крайне желательно, желательно ставить цель немножко другую, вам желательно научиться, научиться самостоятельно, принимать решения в подобных, ну, в подобных ситуациях, потому что я более чем уверен, что такие ситуации еще будут, вот, ну, мне так вот представляется, что такие ситуации еще будут, ну, и лучше, если вы, конечно, сами научитесь с этим что-то делать, да, да, вот, а не будете, значит, как раз обращаться к нам, вот, то есть, помогать вам, конечно, это наша прямая работа, вот, и мы, безусловно, вам поможем, ну, это, на мой взгляд, делать нужно с умом, потом нужно делать с умом, с умом, понимаете, вот, а не так, что вы, ну, привязались бы к нам, да, или к нашей, к нашей помощи, вот, и стали бы еще более зависимы, вот. Мне кажется, это совершенно не то, чего бы вы для себя хотели. Поэтому давайте заботиться о себе, вот, поэтому давайте о себе заботиться, давайте относиться к себе, как-то, как-то, вот, с, ну, с уважением, давайте будем учитывать наши особенности, вот, и, значит, исходя из этого уже действовать, вот, и тогда у нас с вами все получится, тогда мы сможем решить, в принципе, любые проблемы, которые у нас на пути возникнуть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы, ну, сделаете для себя выводы. Те выводы, которые вы, которые вы захотите сделать, вот, я надеюсь, что вы здесь сделаете их, и уже решите, как вам поступать дальше. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Спасибо.